Друзья, Лысая Ставка – канал с бесплатными прогнозами на спорт. Его ведет мой хороший знакомый, и у него действительно качественные прогнозы. Так что если хотите подзаработать на прогнозах, вам к нему. Ссылка будет в описании. Саудовские клубы всерьез намерены заполучить Кевина Дебрюйне. В лондонском Челси намечается чистка. Топ-клубы борются за Роберто Дедзерби. Обо всем этом и многом другом вы узнаете в этом ролике. А перед его началом я хотел бы попросить вас подписаться на канал, поставить лайк и оставить комментарий. Это очень поможет в продвижении ролика. Также у меня есть телеграм-канал, в котором ты найдешь все актуальные новости из мира футбола и трансляции матчей топовых чемпионатов. Ссылку я оставлю в описании. Зенедин Зидан не заинтересован в работе в Манчестер Юнайтед. Так сообщает РМС Спорт, бывший наставник Реала не примет предложение красных дьяволов, если оно поступит. Зенедин возглавлял мадридский Реал с 2016 по 2018 год, а также с 2019 по 2021 год. Главный тренер Челси Моурисио Почетино рассказал о сроках восстановления Риса Джеймса после полученной травмы. «Я думаю, что риск будет задействован до конца сезона. Я надеюсь на это, но для меня приоритетом является его здоровье. Помочь ему снова проявить себя с лучшей стороны, почувствовать себя сильным. Я не могу назвать точную дату, когда возможно его возвращение», — приводит слова главного тренера журналист Фабрицио Романа у себя в Твиттере. Юрген Клопп ответил на вопрос о состоянии травмированного голкипера Алисона Бекера. Бразилец пропустил последние матчи из-за мышечных проблем. Рулевой красных признал, что травма ворторя довольно серьезна. Алисон получил серьезную травму. Это не кратковременное повреждение. Мы не знаем точных сроков его восстановления. Но это настоящая мышечная травма. Довольно серьезная. Но сезон для него еще не завершен. Прокомментировал Юрген. Бавария официально объявила о пролонгации трудового соглашения до 2025 года с центральным защитником Эриком Дайером, который в минувшем январе перешел в мюнхенский клуб из Тоттенхэма на правах аренды, которая рассчитана до конца сезона. Мюнхенцы сообщили об этом у себя в Твиттере. Арендное соглашение Дайера предполагало, что мюнхенский клуб вправе активировать опцию продления контракта с англичанином. При этом действующее трудовое соглашение Дайера с Тоттенхэмом рассчитано до лета этого года. Таким образом, защитник официально присоединится к Баварии грядущим летом на правах свободного агента. Челси будет вынужден продавать игроков летом, чтобы не нарушать финансовые правила АПЛ. Об этом сообщает The Telegraph. Синим нужно продать игроков на 100 миллионов евро. Кандидатами на уход из лондонского клуба считаются Арманда Броя, Ромело Лукаку, Конор Галлахер, Марк Кукурелья, Ян Матсен, Трево Чалаба и Льюис Холл. При этом Челси хочет подписать нового форварда этим летом. Бывший наставник Манчестер Юнайтед Ральф Рандник рекомендовал боссам клуба назначить главного тренера сборной Германии Юлиана Нагельсмана на пост главного тренера. Об этом сообщает журналист Пит Холл у себя в социальных сетях. Контракт Нагельсмана со сборной рассчитан до конца чемпионата Европы 2024 года. При этом немецкий специалист пока что не знает, где продолжит работу после международного турнира, поэтому в последнее время появляется информация об интересе к тренеру со стороны различных клубов. Хави ответил на вопрос о том, может ли измениться его решение об уходе по окончании сезона. «Я тверд в своем решении покинуть клуб в конце сезона. Изменений нет. Я собираюсь уйти», приводит слова Хави Фабрицио Романа. Инсайдер Дэвид Орнштейн из The Athletic высказался о планах лондонского Арсенала относительно крайнего защитника Александра Зинченко. Интересно увидеть, попытается ли Арсенал переподписать контракт с Зинченко, у которого остается два года действующего соглашения. Клуб ожидает, что Зинченко и Тамиясу избавятся от постоянных травм. «Если нет, в клуб может прийти новый левый защитник. Жду очень насыщенного лета на Эмирейтс», сообщил журналист. Недавно издание The Athletic сообщило, что вратарь Реала Кепари Сабалага недоволен тем, как сейчас обстоят его дела в мадридском клубе. В то же время испанский портал Don Diario отмечает, что главному тренеру команды Карло Анчелотти очень не понравилась утечка этой информации в СМИ, из-за чего итальянец был зол на футболиста. Более того, по информации источника, это стало последней каплей, которая окончательно убедила Анчелотти в том, что Кепе должен покинуть Реал 30 июня 2024 года, когда истечет срок его арендного соглашения. Манчестер Юнайтед летом планирует приобрести игрока на позицию правого защитника в качестве замены Аарону в Анбисаке. Об этом сообщает журналист Руди Галетти у себя в твиттере. Как сообщает источник, переговоры о продлении контракта, который истекает в 2025 году, с защитником идут медленными темпами, что не устраивает Манчестер Юнайтед. Сообщается, что клуб планирует продать в Анбисаку, чтобы исключить его уход в качестве свободного агента. В числе кандидатов на усиление позиций правого защитника рассматривается защитник Интера Дензел Думфрис, а также защитник Байера Жереми Фримпонг. Один из саудовских клубов желает подписать полузащитника Ман-Сити Кевина де Брюйне. Как сообщает журналист Николу Скира, неназванная команда готовит невероятное и очень щедрое предложение бельгийцу. Речь идет о соглашении до 2027 года. Действующий договор Ховбека с горожанами истекает летом 25-го. Отношения Луиса Энрики и Кильяна Мбаппе ухудшаются. Главный тренер ПСЖ заменил форварда в двух матчах подряд. Против Рена на 65-й минуте и против Монако в перерыве. По информации RMC Sport, отношения игрока и тренера, которые были нормальными до 15 февраля, стали ухудшаться после того, как Мбаппе сообщил партнерам, что покинет парижский клуб. ПСЖ заявили, что замена Мбаппе в игре с Монако и тот факт, что футболист ушел на трибуну, а не на скамейку запасных, не оказали негативного влияния на атмосферу в команде. Мы уважаем выбор тренера. И Кильян полностью сосредоточен на выездном матче с Реалсо с Едадом. Никаких споров по поводу того, что он ушел на трибуну. Он принял душ и был в уличной одежде и обуви. Менеджер клуба спонтанно привел его на трибуны в составе официальной делегации ПСЖ. Заявили в клубе. Также по теме Мбаппе, как сообщает Лекип, Кильян консультируется с защитником Сивильи Серхио Рамосом перед своим трансфером в Реал. По данным источника, француз и испанец уже несколько недель разговаривают на эту тему. Центербэк Сивильи, проведший в Реале 16 лет, также помогает Мбаппе с поиском жилья в Мадриде. Рамос владеет несколькими объектами недвижимости в городе и может продать Кильяну один из них. У игроков сформировались дружеские отношения после двух лет совместных выступлений за ПСЖ. Брайтон не отпустит Роберто де Дзерби, не получив полную компенсацию. Ранее стало известно, что Барса заинтересована в назначении итальянского специалиста на замену Хави. В руководстве клуба существует определенный консенсус в отношении кандидатуры де Дзерби. Каталонцы знают, что Роберто готов выслушать их предложение, но в его контракте указана сумма отступных – 15 миллионов евро. Брайтон не намерен снижать ее в ходе переговоров с другими клубами. Сейчас Барса не рассматривает возможность выплаты такой компенсации. В клубе считают, что это повысит давление на тренера. Кроме того, этот шаг не выглядит целесообразным при нынешней финансовой ситуации в Блоугране. В услугах специалиста также заинтересован Ливерпуль. В Барсе считают, что тренер отдает предпочтение их клубу, но предложение красных может многое изменить. Мерсесайцы готовы выплатить Брайтону компенсацию. Челси и Вестхэм заинтересованы в приобретении левого защитника Гента Арчи Брауна. 21-летний англичанин начинал свою карьеру в качестве левого вингера, но еще в Лозане переквалифицировался в левого защитника и сейчас с успехом прогрессирует в этой роли. По информации The Guardian, своей игрой в этом сезоне Браун привлек внимание целого ряда европейских клубов, включая Ювентус, Милан, Лион и Ниццу. Но также Арчи может вернуться на родину, где в нем заинтересованы Челси и Вестхэм. Трансфер Брауна, который в этом месяце может впервые получить вызов в молодежную сборную Англии Ю-21, оценивается в 15 миллионов фунтов. Президент FIFA выступил против введения синей карточки в футболе. Ранее сообщилось, что Международный совет футбольных ассоциаций, который занимается введением и регулированием правил игры футбол, утвердил решение о появлении синей карточки. Ее будут давать за тактические фолы и споры с судьями. Получившего синюю карточку игрока удалят с поля на 10 минут. Позднее стало известно, что от этой инициативы могут отказаться на фоне негативной реакции. Окончательное решение будет принято на заседании правления Международного совета. FIFA категорически против синих карточек. Покажем красную карточку синей карточке. Ни за что. Мы всегда открыты для рассмотрения идей и предложений, но при рассмотрении мы также должны защищать игру, ее суть, традиции. Синей карточки не существует, сказал Джанни Инфантино. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok